Хочешь создать свой сервер в САМП, КРМП или МТА? Хммм, тогда тебе на GTA. Хо, здесь ты сможешь создать свой сервер, сделать автоустановку мода в один клик и самое главное, по самым доступным ценам. Все ссылки в описании, заходи, регистрируйся и создавай свой сервер. Всем привет, с вами Рома и это уже девятый выпуск рубрики Путь Дудя. Сегодня будет необычная серия, потому что я попытаюсь пройти обзвон на 8 ранг в СМИ. Ну а победителем прошлого конкурса на 100к становится вот этот человек. Обязательно отпиши мне в ЛС ВКонтакте, ну а сегодня я также разыграю 100к. Для участия тебе нужно всего лишь подписаться на мой канал, также установить колокольчик и поставить лайк и написать любой комментарий без лайка. Ну а итоги я подведу уже в следующем видео. Ну а если ты хочешь поиграть вместе со мной, то скачивай эту игру по ссылочке в описании. Вводи мой ник РоманВендетта при регистрации, а после регистрации указывай мой топовый промокод хэштег Вендетта и он даст тебе кучу крутых бонусов на старте. Также не забывайте, что в моей группе ВКонтакте проходит мега крутой конкурс в честь 10 тысяч подписчиков. Обязательно поучаствуй, не упусти свой шанс выиграть мега крутые призы. Ссылка на запись в описании под этим видео. Ну а теперь начнём. Как вы помните, в прошлой серии я встал на шестой ранг ведущего в СМИ. Я тогда ещё говорил, что у нас вот-вот будет новый лидер. И вот поставили Алана, и так как новый лидер, у него будут соответственно новые замы и восьмые ранги. Через несколько дней открыли заявку на форуме на восьмые и девятые ранги. И я решил её подать. Вот вы можете видеть сейчас моё заявление. Через некоторое время Алан написал, кто прошёл на обзвон. И в их числе был и я. Значит, я составил заявление правильно и подходил по всем критериям. Ну и дальше меня ждал сам обзвон. Мне заранее в указанное место скинули ссылку на дискорд сервер. И потом нам всем сказали заходить в курилку и ждать своей очереди. Меня проверили почти сразу, вторым в очереди. Ну а теперь предлагаю вам послушать, как я проходил обзвон. Для сбережения вашего и моего времени я вырезал всю ненужную тишину и технические проблемы. И таким образом уменьшил время обзвона наполовину. Я думаю, вам будет так приятнее слушать. Вы попали на Бонна. Представьтесь. Калина Роман. Живу в России, в городе Братске. Училась в педагогическом колледже. Мой хобби. Сколько лет? 15 лет. Ага. Часовый поезд? Плюс 5 МСК. Какой онлайн день среди? 3-4 часа. Хорошо. Так, хорошо. Давайте сейчас перейдёмся по правилам. Думаю, учили лидеров? Ну да. Так, смотрите. Сколько девяток может быть в СМИ максимум? Три. Ага, так, хорошо. На девятый ранг какой левел должен быть? Для девятого ранга у вас какой минимальный левел? Наверное. Ну, предположим, шестой. Точно не знаю. Точно не знаю. Так, а правила редактирования объявлений вы знаете? Знаю. Да, да, знаю. Так, хорошо. Польза Алана, директор, вам скинет объявление, а ты редактируйте. Хорошо. В общий чат. Всё, смотри. Минимальный онлайн в... Где онлайн минимальный? В СМИ. В СМИ, в СМИ. Я не знаю. Минимальный онлайн в Финде. А, в Финде. Ну, должно быть желательно не менее 10 человек. Сколько? Не менее 10 человек должно быть в Финд. Если вы поедете. Так, хорошо. А Карин, Финда, сколько раз в день? Ну, раза 3-4. Ну, вообще, когда захожу, когда там выхожу, чекаю. Так, хорошо. Так, давай теперь я по ушел, а у тебя увидим. Кто является главой радиостанции? Лидер. Главный редактор. Нет, именно главой. Ну, лидер. Ну, директор, да. Чем карается конфликт в организации? Ну, замечанием. А после уже может и выговор быть. Выговор, да? Ну, нет, замечание в начале, а потом уже, если прям совсем, то выговор. Хорошо. Иступник РП терминал. Хорошо, давай. Да, давай, приступим. БХ. Это Бани Хоп, когда ты нон-РП прыжки совершаешь, то есть неестественные, как выговоры. Хорошо, АЦК. АЦК? ЦК. АЦК. Да, да. Не знаю. Хорошо. МГ, что такое? Мета-гейминг. Хорошо. А, ДМ? ДМ, это убийство без причины. Хорошо, а ДБ? ДБ, это когда ты с машиной убиваешь или машиной? Диего, что это, что ты у него спрашиваешь? А, я у него спрашиваю, что... МГ. А, ты основной у него спрашиваешь? А? Я говорю, ты основной у него спрашиваешь? Ну, мне сказали, у него РП. А, ну ладно, давай, говори. Хорошо. А, так, АПК, что такое? А, БК? ПК. А, ПК, может, ПГ? Нет. ПК? А, вообще, ПК. А, ну, компьютер, наверное. Могу, компьютер, например. А, ну, персональный компьютер, можно сказать, если ПРП. Хорошо. Дальше. Тогда, Джон, не забывайте вопросы. Хорошо. Давай, короче, я сейчас... Ситуация РПП. Угу. Твой сотрудник 4. Данная 4. Использует... Я скажу лидеру или заму, и если они его будут потом кикать, но они вроде обязаны его кикнуть, то это будет с причиной, вроде он находится под стражей или, в общем, в коме. Вот с такой причиной. Ну, да, читеры обязаны увольнять. Угу. А, причинно за... Первым делом, ты должен... Ты у него РП-ситуацию спрашивал? Нет, это ситуация типа заместителя. РП-ситуация как раз сейчас будет. Угу. Ну, да, первым делом, ты должен обратиться к администратору. Ну, да. Дальше ты обращаешься... К заместителю... К директору, либо саму увольняешь читера. Да. Хорошо. Так, давай РП-ситуацию. Давайте. Ты стоишь на улице. Угу. Тебе подбегает человек, нам бомбик, не знаю. И начинает демидж, твои действия. Ну, я либо ударю его в ответ, либо убегу. Хорошо, да. Так, теперь... Давай начнем, ну, давай продолжим. Точнее, начнем с правил лидеров. Ммм, хорошо. Учил, да? Да, да, учил. Что, что, стой, стой, стой. Я перебил уже. Если ты и начал по ситуации, тогда и начинай дальше. Это ты, Юрий, если чётко включаешь, буквы. Короче, я тебе щас тоже РП-спросу, грамм, если он на коду у тебя спросил. Смотри, на крыше чё номер ППГ шит и это сотрудник твоей действия. Юра. Нет, смотри. Задаю номер ППГ, ПГ шит с крыши. А, ну, тогда админу скажу. Ну, сразу скажу, просто если... Потому что такие ситуации много, если ты на замыслаешь, такое бывает. Первый, номер ППГ не существует, это нет такой команды, только ПГ. Ты мог просто сразу сказать. И, во-вторых, если ПГ, и я не говорю о РП-ситуации, то есть, значит, это уже обращение идет к админам. И, кидая жалобу, или сразу пропишешь, после того, когда мы запрашиваем, если наш сотрудник прыгает, то ему дают 40. Но это уже 40 минут, и до заплана не относится, конечно. Просто ты мог запраписить и всё. Понял. Там Алан уже может продолжать вопросы у него. Так, смотри, сейчас ещё... Давай ты сейчас прочи, потом я его правила Игоря спрошу. Ну, хорошо. А, да, такая РП... Ну, смотрите. Если вот происходит собеседование, да. Происходит собеседование. Ну, во-первых, я напишу жалобу в администрацию, ну, в репорт. Потом сообщу заму или лидеру. Хорошо. А, если я не говорю, вот, сотруднику, вот, ваш сотрудник, именно вот, замов, лидеров, нет, зам есть сети. А сотрудник просто так начинает бить другого сотрудника. То есть, без причины. Что ему грозит? Наш сотрудник начинает бить, получается, кого-то, да, я правильно понял? Другого сотрудника, да. А, ну, ему грозит, если он будет... Что ему грозит? Грозит. Если это младший состав, то сразу можно уже выгонять. Ну, выговор сначала, конечно. А, правда. А если старший состав, то так же выговор, если длительно дремит. Да, вот если неадекват, если он не понимает предупреждений, то уже увольнять можно. Особенно младший состав. Хорошо. А, вот, если вот идет проверка ФБ, приехали ФБ, ну, ФБ, да? Угу. Что? И нашли у младшего состава нарко. Ну, типа, нашли нарко. Что грозит? Лидеру или зам? Ну, наверное, тюремное заключение, если по РП. Да, да. И сотрудников есть по РП, да. Да, правильно. Да, мой вопрос закончен. Так, все, хорошо. Давай пойдемте по правилам лидеров. Угу. Тогда мне, лидеру, можно уходить в неактив. В неактив, ну, только при том случае, если ты предупредишь заранее своих заместителей. Нет, а именно, в какой временной промежуток? В смысле, когда ты можешь как бы не онлайнить? Нет, неактив взять. А, если вообще не заходить в него. А, ну, это вообще один раз можно, но я не помню, с какого. Один раз за срок, и если ты новый срок, получается, стоишь, что еще один раз можно неактив взять? Угу. А временной промежуток когда можно взять? Я не знаю. Наверное, в начале срока нельзя делать. Ну, хорошо. Первые семь дней и последние семь дней. А, хорошо. Собрать. Понял. Тогда дальше. Так, имею ли я право выдавать на НРП выговоры? Нет. Ну, я имею право выдавать на НРП выговоры. Только в том случае, где сотрудник НРП что-то пишет, и на НРП что-то пишет. Ну, ты понял. Понял, понял. На какое количество рангов лидер или заместитель может повышать за раз? За раз. Человека. В общем, один раз можно повышать раз в два дня. Да, хорошо. Сразу на два ухода без тебя. Какое количество времени лидер не должен превышать стоя в АФК? 15 минут. Хорошо. Какая норма отыгровки лидера в день, будни и выходные? В будни не менее четырех часов. В будни... Ой, получается, выходные не менее шести часов. Если лидер оставил твой срок, да? Хорошо. Угу. Через какой промежуток времени лидер может подавать заявку на новое лидерство? Я не знаю. Угу. Хорошо так. Ну, семь дней. Понял. И последний вопрос. После какого срока я могу безнаказанно уйти в лидерство по услышному желанию? Не расслышал в конце. Чего? В конце не услышал. После какого срока в дня я могу безнаказанно уйти в поста лидерство по услышному желанию? То есть меня не забанят, не варят, ничего. Ну, вообще никак. Ты обязан отстать срок, ну, раз ты как бы взялся за это. Ну, почти, но... Ну, я понял. Ну, в общем-то... А 30 дней стоишь, это... А 25, например, если у тебя уже какие-то проблемы, ты отстоял... Ну, для первого раза неплохо, надеюсь. Да, неплохо. Так, что вопрос закончил? А, я, кстати, дам... Это... Тебе вопрос? Мне тоже задавали. А, ну, в другом задавали нам помню. Короче, смотри, если грубое нарушение про... Что грозит сотруднику стать? Грубое нарушение про... Ну, если более трёх ошибок, то уже выговор... А, ну, нет. Да, выговор вообще с одной ошибки получается. Если более трёх, то уже может даже увольнение быть. Насколько я помню. Ну, честно... А, нет, смотри, если прям постоянно нарушают, там просто отправляют... А, ну, если прям всякую хрень отправляют, извиняюсь даже за слово... То вообще его уволить и всё. Не, ну, так же, да, увольнение. А такое вообще сразу грубое нарушение в армию трёх. Это так же, что если... Без фигуровки РП... Это... Тупо дашь себе наручники, а потом, типа, говорят, что... Вот, мне дали жалобу, как же и здесь. Вот, предупреждение дадут этому человеку. А, ну, я понял, да. А, в нашей фракции сильно нам пойдёт в ФС фракцию. Да, я понял. Ну, ладно, можно, заканчивай сейчас другой там наручник. Ну, ладно, всем пока, спасибо за обзвон. Да, надо ещё всех проверить. Спасибо. Вот так прошёл мой первый обзвон. Я достаточно много ошибался и, думаю, я не прошёл. Давайте же послушаем итоги, которые нам объявили после того, как уже все обзвонились. И тут я очень сильно расстроился. Я думал, что зря потратил эти три часа просто так. И надо было лучше учить. Но потом я понял, что был неплох для своего первого обзвона. И в итоге зашёл в ИК, написал зам, который проводил обзвон. И он мне сказал, что я, оказывается, прошёл всё-таки обзвон на восьмой ранг. Он просто забыл это сказать в Дискорде. Потом лидер мне также это написал. И в тот момент вы не поверите, какое дикое удивление я испытывал и одновременно кайфовал. И мне сказали заходить в игру, что, собственно, я и сделал. Взял форму и всё. Я с шестого ранга сразу же перескочил на восьмой. И теперь мне даже ничего не нужно выполнять для повышения на следующий ранг. Мне нужно либо ждать, пока снимут девятого и поставят лучшего работника на восьмом ранге. Либо потом самому проходить обзвон на лидерку. Я очень рад, что мне удалось всё-таки зайти так далеко в этой рубрике. Она, скорее всего, продолжится и дальше, но будет уже направлена на интересные моменты во фракции. Ну а если тебе понравилось это видео, обязательно подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Также поставь лайк и напиши любой комментарий. Ну а с вами был Рома. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем хорошего настроения. Всем удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok